30-градусный мороз не стал помехой для участников конкурса снеговиков в Якутске. Он прошел в минувшие выходные в городском парке. Семьи, детвора и многие взрослые решили субботним днем слепить снеговиков. Многие участники вооружились кухонными и садовыми лопатками, пилами. Кто-то решил взять с собой парики, одежду, бусы. Не забыли, конечно, и прихватить морковь. Конкурс проходит уже во второй раз. Как признаются организаторы, желающих в этом году намного больше. И многие приходят с уже готовыми эскизами. Розалия Борисова продолжит. В субботним днем сама погода шептала выйти на улицу. Минус 26, солнце и легкий снежок. Лучшей погоды для создания снежной скульптуры не пожелаешь. И действительно, желающих создавать оказалось немало. Заготовки мы делали. Заранее уже подготовили спрессованный снег. Сделали жеребевку. И участники уже по данным заготовкам приступили к своим опросам. В этом году, да, побольше команд. Мы хотели даже свою команду выставить, но нам не досталось. Проиграть их не будет. Всем достанется призы. Необычного двухстороннего снеговика решили создать Юлия с коллегами. Девушки из дома принесли парики, аксессуары и все необходимое. Когда пришли уже и увидели, какая заготовка нам предоставлена, уже на месте начали придумывать. И решили, что у нас будет двойной снеговик. Двухсторонний. С одной стороны молодой человек, с другой стороны девушка. А главные инструменты у нас были. Это была маленькая лопатка для садоводчества и лопатки для приготовления на кухне. Ну и руки, да. Пока не успевали замерзнуть, тоже руками работали. А вот семья Пермяковых решила на одном снеговике не останавливаться. Семейная пара взялась сразу за две работы. Первого снеговика сделали по заранее нарисованному эскизу. Вчера родился такой веселенький снеговичок. Он очень у нас добрый, щедрый. Он не просто стоит как украшение, а также он кормит птичек. Здесь у каждого может принести семечки, насыпать или хлебушек, две кормушки. Теперь парк культуры и отдыха украшают больше десяти совершенно разных и непохожих друг на друга снеговиков. Предновогодние, да и просто хорошее настроение они будут дарить горожанам, как до праздника, так и после. Розалия Борисова, Илья Жараев, Инвекасаха, Якутск.